Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 16 января 2019 года. Вот уже начитываю второй ролик про известного христианского деятеля в свое время на рубеже 19-20 веков Николая Николаевича Неплюева. Эта серия книг называется «Беседы о братстве». Вот здесь вот фотографии его. Он сидит с своими воспитанниками. Вот. Также вот я заглавный показал. Еще есть вот здесь у него на обратной стороне книги. И вот здесь что написано. Николай Николаевич Неплюев. С 1851 по 1908 год. Выдающийся христианский деятель, отдавший все свои силы, средства и саму жизнь на служение Богу и Церкви. Будучи наследником аристократического рода, отказался от светской карьеры и выбрал путь безбрачия. Как он сам писал в своих сочинениях «Ради несения креста братской жизни». С воспитанными и просвещенными им в христианстве крестьянскими детьми. В 1889 году Николай Николаевич Неплюев основал крестовозвиженское православное трудовое братство, жизнь которого строилась на трех основных принципах. Вера в Бога живого и в то, что общинная жизнь есть воля Божия. Верность и стремление остаться вместе вопреки конфликтам и всему, что разъединяет. Труд. Качественное исполнение своих обязанностей ради общей пользы и благородства добровольной дисциплины любви. Николай Николаевич Неплюев скончался в 1908 году, но крестовозвиженское братство не распалось, а продолжило свою деятельность. После революции 1917 года оно пыталось выжить в новых условиях. Однако в 1925 году были репрессированы наиболее активные члены братства. А в 1929 году братство было окончательно уничтожено советской властью. Вот предисловие я начитал, а сейчас начинаю дальнейшее читать. Называется «Путь веры». «Мы ходим верою, а не видением». 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Вместо предисловия. Многоуважаемый Радован Николаевич, вы выразили желание получить от меня небольшую статью, которую можно было бы приложить в качестве передовицы к предпринятому вами сербскому переводу моих сочинений. И тут внизу есть, что это вместо предисловия, что означает. Передовица к сербскому переводу сочинений Николая Николаевича Неплюева в форме письма переводчику Р.Н. Казимировичу. «Делаю это с большим удовольствием, что люблю одноплеменный нам сербский народ и сохранил самую добрую память о нем, его иерархах и политических гейтелях, с которыми мне пришлось иметь дело, когда интерес к сербской задруге... Цифра 1 стоит, и тут внизу дается. Задруга. Расширенная родовая община, объединявшая прежде всего несколько семей, но в нее мог войти и человек, не связанный с членами задруги, родственными узами. Ее главой является старейшина, который выбирался среди старейших и наиболее уважаемых членов задруги. Все имущество задруги было общим. В целом, такая форма жизни была характерна для многих народов. Большое распространение получило у южных славян». Так дальше. «Привлек меня в Белград на пребывание, к сожалению, слишком кратковременное. Благодарю вас за возможность, которую вы мне даете обратиться к дорогому мне сербскому народу со словом братского привета и без дальнейшего предисловий приступаю к делу. Скажу, как сам я смотрю на свои сочинения и на дело моей жизни. В том и другом не я лично, а то, что для меня бесконечно дороже моего личного «я» и моей жизни, потому что оно бесконечно выше и лучше моего человеческого «я». Этим высшим и лучшим меня, любовью воспринятым мною и ставшим путеводной звездой ума, сердца и жизни моей, я и рад поделиться с сердцем народом, ожидая от него вдумчивого и доброжелательного отношения к братскому слову моему. Все мои сочинения исповедания Бога Живого и Христа Его перед собственной совестью людьми, исповедания вечной истины правды Божьей, покаянный вопль за все то, что в умах, сердцах и жизни христиан затемнило пониманием этой разумной и благой правды, исказило, оклеветало, оглупило и принизило до антихристианской рутины жизни ту веру, в которую я, человек с высшим образованием, изучавший историю философии, нашел удовлетворение высших потребностей ума и сердца, которое сознательно предпочел всем философским системам как наиболее разумное, наиболее благое, наиболее практически мудрое, как программу мирного прогресса на пути к мирному благоденствию народов. Все дело моей жизни – простая логика веры моей, исповедание той же веры делом. Это было насущной потребностью веры, любви, разума и совести, и, естественно, привело к упорядоченности жизни моей и братьев моих по вере и любви к Богу, всем разумением, на началах веры, действующей любовью. Чем более мы осуществляли веру нашу, тем более на опыте убеждались в мудрой и благой правде этой веры и начинали понимать высокую цену для всего человечества жизненного опыта им в нас переживаемого. Мы можем говорить это без всякого самомнения и горделивого самодовольствия, потому что в богатом опыте нашем, между прочим, пережили, на опыте изведали и то, что сила Божия в немощи совершается. Мы не только не хотим выдавать себя за святых, но громко свидетельствуем о немощи нашей и дорожим тем, чтобы всем было ясно, что чем хуже мы, тем доказательны для всего человечества жизненный опыт им в нас пережитого. Чем хуже мы, тем обязательны для лучших нас сделать лучше и больше того, что в немощи нашей совершилось. Чем менее понимаем окружающее нас современное общество, дорогую мне правду, тем более является для меня потребностью громко ее исповедовать. Вера моя для меня не гипотеза, а абсолютная истина, в правде которой я чем больше живу, тем больше убеждаюсь по мере того, как правда это своим разумным светом озаряет и упорядочивает умы, сердца и жизнь нашу. Двух истин я не знаю. В единственной истине, соответствующей правде веры, с каждым днем жизни и с каждым новым опытом, иногда и высоко скорбным, все более и более убеждаюсь. Чем менее эта истина понимается и признается, тем более исповедание ее становится насущной потребностью веры, любви, разума и совести для верующего. Если вера его живая и сознательная, вера, а не туманное суеверие. Чем более мы разумно осуществляли веру в жизни нашей, тем более испытывали правду всех обетов христианского откровения. Откровение с большой буквы. Водворялся мир в умах, в сердцах и жизни нашей. Они упорядочивались любовью. Мы становились способными пользоваться христианской свободой, не злобоупотребляя ею. Все для нас оразумливалось, становилось просто и понятно и в жизни, и в смерти, и в жизни Духа, и в отношениях к Богу, к живому, к Церкви Его, к очистиству и властям, к добру и злу, в деле борьбы и в деле мирного созидания, в вопросе обособления от зла и братского единения в деле мирного созидания добра. Перед нами ясно и определенно созизаемой очевидностью предстали путь и истина, и жизнь. Чем более мы на себе и в жизни нашей испытывали правду веры нашей, тем более страшно мне становилось за дорогое, любимое нами Отечество и все человечество, идущее иными путями, для нас очевидно неразумными, не способными привести к разумному благу. Одновременно, как живая притча переживалась нами и благо избрал нами пути, приводя нас к уразумлению, светлому преображению и благому порядочению жизни на лоне нашего трудового братства. И ложь того пути, которым кругом нас приводил только все к большему ожесточению, все к большему разладу, все к большему ужасу и позору истой анархии, грубой, беспринципной борьбы, развращающей душу народную, прививающей человечеству все более и более антисоциальные инстинктны, делающую все менее и менее основательную надежду на возможность единомыслия, единодушия и мирного благоденствия народов. Любовь побуждает нас желать для всего того разумного блага, жизненную правду, которую мы на себе и на нашей жизни и нашей испытали. Дело братства трудового проповедь делом для ищущих правды, для нас духовный санаторий и правда жизни по вере, действующей любовью, для всего человечества драгоценный опыт, частью выстраданный, частью жизнь нашу в разумную радость претворившей всем человечеством в нас пережитой. Вот как я понимаю значение моих сочинений и дело трудового братства, их животворящий дух и их практическую ценность. Говоря «наша вера», я не хочу сказать, что мы изобрели новую веру или получили новое откровение вместо прежнего. В настоящее время, когда так многие говорят о своей вере именно в этом смысле и так легко изменяют родной церкви, под всевозможными предлогами становясь во враждебные к ней отношения и тем самым изменяя Верховному Завету любви христианского откровения. Считаю необходимым выяснить мое отношение к этому вопросу. Никакой новой веры я не изобретал. Единением с церковью православной, к которому принадлежу, высоко дорожу, помня, что не разделился Христос, что Он единый учитель для всех и вечный глава церкви. Именно верность церкви, признание Верховного авторитета, вечного главы ее, Христа, и долг повиновения В Верховному Завету христианского откровения, находясь в полном соотсвестии с наивысшими потребностями моего человеческого разума и моего человеческого сердца, как творение того же единого Бога Творца, от которого изошло и откровение. Именно это дело верности и повиновения церкви и привело меня на путь любви к Богу всем разумением и заложило в совесть мою потребность жизни по вере, действующей любовью. Во Христе полнота откровения. Но не почил Бог Дух Святой от дел своих. Не мертва, а жива Церковь Божия. Возрастает дерево христианства. Вскисает святая закваска благодати. Изменяется с тем месте отношение человечества к правде откровения. В ту же букву вкладывается все более и более высокий, широкий и глубокий животворящий дух. По мере того, как мы возрастаем от веры в веру, от любви в любовь, от разумения в разумение, становясь все более и более способными чистым сердцем узреть Бога, разумным умом и сердцем понять и вместить в себя святую истину правды Его. Если в том же откровении мы узрели правду, утоляющую наивысшие потребности ума и сердца нашего, в то время как многие отказываются от веры под предлогом, что она не удовлетворяет даже и самым законным потребностям простого здравого смысла в них. Если логика веры привела нас к разумлению жизни нашей в то время, как столь многие считают для себя разумным и практичным следовать совершенно иным жизненным программам, даже и не признавая никакой разумной жизненной программой в христианском откровении. Зависит это не от иной веры нашей, а от совершенно иного отношения к той же вере, основанной на том же откровении. Это иное отношение к Богу Живому, Христу Его, откровению вечной истины правды их и церкви их сравнительно с громадным большинством современных христиан состояло в том, что я не Бога хотел сделать достоянием своим, не Его хотел эксплуатировать, выпрашивая у Него что-либо для себя, а искренне желал стать достоянием Его и себя, и жизнь свою отдать на служение святому делу Его. Другого отношения к Богу я понять не могу. Мы или веруем, или не веруем в Бога Живого, высшую любовь и высший разум мира. Если веруем, простая логика веры должна заставить нас понять естественные взаимоотношения между Богом и нами. Нельзя Бога починить себе хотя бы в смысле настойчивого выпрашивания иного, чем Он мудрой любви своей для нас желает, хотя бы в форме попыток подкупить Его дарами, или лезть и угодить Ему какой-либо правоверной буквой, частичным выполнением какой-либо заповеди, чем-либо иным, кроме того, чтобы стать целью, цельно достоянием Его, и всю жизнь свою во всей ее совокупности личной, семейной, общественной, трудовой и политической честно сделать достоянием Его. Нельзя верить в Бога истину и относиться к Нему иначе, не понимать, что всякое разномыслие с высшим разумом мира нелепо, всякая несогласованность сердца и воли нашей с высшей любовью зло, всякая несогласованность жизни нашей с правдой Глупое зло, нами себе причинаемое. Рутинное отношение к Богу и состоит в том, что Его призывают на помощь себе, из Его откровения берут то, что нравится, совсем не заботясь ни о согласовании ума с правдой его, причем, решая задачи жизни, не принимают в расчет главного условия жизни мира, Творца Его, Бога Живого, ни о согласовании воли своей с волей мудрой любви. Причем умы и сердца наши остаются неупорядоченными любовью. И мы, горячо желая свободы, требуем для себя свободы и всю жизнь, обращая в грубую борьбу за свободу, совершенно не способны пользоваться какой-либо свободой, грубо, не злоупотребляя ею, небо об упорядочении жизни нашей по вере, действующей любовью, цели жизни нашей с конечными целями жизни мира. Причем, конечно, не мы, бунтующая пыль мира можем изменить по капризам нашим план домостроительства Божьего, а только как пыль, негодная для созидания, остаемся вне блаженной гармонии Царствия Божия. Это рутинное отношение и оглупило для столь многих веру до такой степени, что всякое умственное развитие ведет к потере этого суеверия и христианские школы плодят только атеистов. Откровение для громадного большинства христиан перестало быть светом разума, умы и сердца, в полном разладе с верой и жизнь христианских народов, сплошное отречение от Бога живого и Христа его, сплошная клевета на вечную истину правды Божией. Но в моем отношении по сравнению с этой рутинной было именно то, что я осознал нелепость этого рутинного отношения к Богу живому и Его откровению, искренне пожелал стать достоянием Божиим и жизнь свою отдать на святое дело его, отвернуться себя, взять крест, наиболее преображающий людей и жизнь в достояние Божие, идти во след Христу, не страшась никакой голгофы, на которой в этой жизни нам может оказаться неизбежным взойти во след Христу. Тотчас совершилось для меня великое чудо, а разумилось откровение. Как только я и к нему приложил ту же мерку, желая ум мой сделать достояние Божиим, а не свой разум делать верховным судьей над высшим разумом мира. Животворящий дух откровения Божиего предстал передо мною во всем своем дивном величии света разума и благой славы. Я понял, что значит любить Бога всем разумением своим и поклоняться Ему в духе и истине. Все буквы перестали быть для меня мертвящими, будь то буквы отдельных текстов самого откровения или буквы догматов, обрядов, рутинного понимания и рутинной жизни. Все то, из чего творят себе кумиров, елика на земле низу, веруя в них место Бога живого, им поклоняясь и им служа. Откровение Божие стало светом разума для меня и ярким светом озарило для меня и правду Божию, и ложь жизни без Бога, и самый житворящий дух того, что есть путь и истинная жизнь. Ясно стало для меня и то, что распылило для верующих само вероучение, лишило их возможности разумно исповедовать веру и разумно осуществлять правду веру в жизни. Как живо творящий дух мира Бог живой, так живо творящий дух откровения Бога любви. Верховная заповедь о любви к ближним присвятит любви к Богу всем разумением. Заповедь возведенная в единую новозаветную заповедь, усилена до требования быть верными этому подвигу любви до смерти и смерти крестной. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Величайшее преступление нечестного, рутинного отношения к Богу живому и его откровению и состояло в том, что в угоду бедным любовью сердцам своим христиане затеряли этот верховный завет христианского откровения. Среди хаоса отрывочных мертвящих букв, из которых и сотворили себе кумиров, перестав поклоняться Богу в духе истине. Само вероучение было тем распылено, лишившись своего жертвовающего духа. Верующие утратили церковное самосознание, перестали быть верующими и стали теми номинальными христианами, которых мы в настоящее время видим пылью, негодной для созидания церковной правды в жизни, громко отрекающимися от Христа, творя тот позорный хаос жизни, на столь многих явлениях, которые так ярко горит позорное клеймо отвержения и проклятия, позорное клеймо антихристой сатаны. Когда я смирил себя перед Богом живым и бедной любовью человеческое сердце моё перед правдой откровения Бога любви, для меня точно стало очевидным истинно значением Верховного Завета христианского откровения. При свете его оживились духом жизни все буквы, да то ли мертвящие. Для меня стало единым живым целым все откровение, одной святой гармонии все вероучение, стало простой и понятной жизненной правдой веры, простыми и понятными пути, ведущие к порядочению умов, сердец и жизни любовью, при свете любви к Богу всем разумением. все стало разумно, стройно и понятно в христианском мировоззрении, в христианской этике и в христианском понимании жизни по вере, действующей любовью. Все остальное сделалось само собой, как простая логика живой веры, как простая верность живой любви. Вот то отношение к вере, к которому я призываю, пространным комментариям которого и служат все мои сочинения, в проповеди делом которого и является наше трудовое братство. Это трудовая организация на основе веры, действующей любовью, которая стала для нас насущной потребностью веры, любви, разума и совести, как она может стать для христианских народов наиболее достойным христиан решением всех социальных и политических проблем, если вера, любовь, разум и совесть побудят их принять в нашу программу христианского мирного прогресса. И сделать из нее дело общегосударственное, общецерковное. В этот день они найдут в трудовом братстве нашим готовый опыт организации прихода на началах братского единства. Знаю, что откровение не дает нам основания надеяться на то, что наступит золотой век для всего человечества раньше второго пришествия Христа во славе. Помню слова того же откровения о суде над великой блудницей, объединенным злом всего мира. Помню завет откровения «Выйди от нее народ мой» и радостное предсказание о том, что ради избранных сократятся дни сии. И защитит Господь стан святых и город возлюбленный. По любви не могу не желать чтобы этими избранными этим станом святых и этим городом возлюбленным была вся наша Россия, вся ваша Сербия, всякий народ, который любовь преобразит в сынов света, побудит обособиться от сынов тьмы, чтобы не быть до то ли участниками их дел тьмы и дружно, в честном братском единении с сынами света в жизни своеразумно осуществлять правду Царства Христова. Вот то слово братского привета, которое любовь к Богу и Христу побуждает мне сказать вашим соочестникам. Еще раз выражаю вам сердечную благодарность за то, что вы дали мне возможность это сделать. Блюститель православного крестовоздвиженского первого трудового братства Николай Неплюев Ямполь Черниговский Трудовое братство 25 октября 1906 года. Слава тебе Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.